Ёк-макарёк! Это просто... Чего не ожидал, это на большом утряще увидеть песчаные пляжи. Как будто после действительно бомбёжки. Пункт охраны перевернулось человеком внутри. Ребят, вы просто посмотрите, что здесь произошло. Разносило, подтопило. Жесть. Воды, конечно, но очень много. Ещё один мёртвый дельфин, господи. Сейчас вдоль берега моря не пройти. Это речка. А в неё принесло вагончики. Это снег, ребята! Это снег в Анапе, представляете? Мы в снежном лесу практически, поверьте, Танапа. Вот оно море. Сегодня у нас выпал первый снег. Я вас всех приветствую. Меня зовут Юрий Озаровский. Вам всем привет, Черноморский. Но видео у нас будет, к сожалению, немножко сложное. Потому что мы сегодня будем смотреть пострадавший утриш и суко от шторма. Плюс один градус. Ночью шёл снег. Мы находимся на перевале возле начала Кавказских гор. Это орёл наш. Я думаю, что те, кто приезжали в Анапу и ездили на наши экскурсии, знают это место. И там находится наша Чёрная морешка. Отсюда я даже вижу этот кораблик, который теперь стал украшением Витязева. И огромное количество людей, паломников отправились уже туда. Да, предлагают экскурсии, ребята. Там предприимчивые греки у нас, Витязева, что отвезут за 700 рублей на берег моря. Я хотел бы обратиться, во-первых, к ДПС, ребятки, но прекратите. Там просто невероятное движение по дюнам, по пляжам стало. И, во-вторых, к людям обратиться. Будьте человеками. Пройдите эти 50 метров. Не тараньте людей, которые идут с детьми по дюнам и, тем более, обезопасьте себя, самого и свою машину. Пускай она не гниёт от солёной воды. В общем, всем, кто услышал, спасибо. Мы отправляемся в сухо. Снег, 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 первый снег в Анапе. Снег, 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 первый снег в Анапе. Фантастика просто. Ну, я буду не я, если я не сделаю вот так. Нам залетело два донатика на бензинчик от Елены Константиновна К. Поддержку от Стихии на бензин. Спасибо огромнейшее. И от Натальи Эл. Тоже спасибо вам большое. И благодаря вам мы сегодня съездим в Суко Большой Утриш. Но ещё хотелось бы, конечно, сгонять Благовещенскую. Если есть, ребятки, возможность поддерживать донатиком, будем вам благодарны. По номеру 8-9-8-8-333-7-8-8-8-7. Вау! Вот это вид, друзья! Мы заезжаем в Варваровку через перевал. И здесь настоящая зимняя сказка. Представьте, вот Анапа, в городе внизу там, ну, на стёклах было. На машине там снежок чуть-чуть прилип. А здесь вот всё засыпало, поля в снегу, леса в снегу. Смотрится это очень красиво. Всё рядышком. Новороссийск тоже на перевале, говорит, завалило снежком. Настоящая зимняя сказка. Вот такая вот разница в погоде буквально в 5-6 километрах друг от друга. Судя по крышам домов и сколько снега на машине, тут довольно-таки неплохо снежок шёл. Век высоких технологий. Люди топились дровами. Это церковь наша Варвары. Под ней находится источник. При этом жёлтые ещё, зелёные листики. Необыкновенные виды. Проехала Варваровка. Здесь температура упала до нуля. Да, фантастика. И снега нет в этих местах. Первое место, которое мы с вами сейчас посмотрим, это будет пляж Шингари. Ваше здоровье, ребята. Под чаёчек. Вы сейчас просто охренеете. Смотрите. Во-первых, здесь канаты. Выбросил это. Какие-то, наверное, снасти морские были. А во-вторых, это речка. А в неё принесло вагончики. Вы представьте, что здесь был за натиск стихии. Вот как так-то, а? Это просто нет слов. Море там, а не здесь стоят. Жесть, короче, русло забило. Надо чистить русло, чтобы, не дай бог, не произошло никаких наводнений. Выходим на пляж. Зонтики валяются от ветровой нагрузки. Ну, в принципе, никаких других разрушений вот именно здесь я не вижу. Ух, какие волны. Какая красота с утра, друзья. Вот рассвет. Теперь посмотрите на ширину русла, которое здесь стало. Кто помнит, тут просто ручьёк протекал. Вот это море бомбануло. Жесть. Посмотреть бы, что здесь происходило, потому что я себе не могу пока представить, какой объём воды сюда пришёл. Что он, как пушинки эти домики загнал туда. Это, по-моему, дайв-центра, в которых размещались ребята. Здесь в туалетах пообрывало воду. В общем, картина жуткая. Радует очень, что туалет уцелел. Здесь был спуск, кто помнит. Настилы там разные. Всё посносило до скальной породы полностью. И камушки повыносило. Повыносило очень много палок. Сейчас вдоль берега моря не пройти. Но я бы туда не пошёл. Посмотрите, какая красота здесь происходит сейчас на пляже. Я сейчас залип на несколько минут, фотографирую всё это. И в ту сторону не прогуляться. Пар просто от моря, потому что воздух холодный. Море не забирает меня сегодня. Рано ещё только начали снимать. Сверхвосхитительная картинка. То, что я сейчас наблюдаю. Это и буйство стихии, и колоссальные разрушения, и невероятная красота природы. Там ещё птицы летают над морем. Просто природа продолжает жить. В невероятном восхищении. Это очень красиво. Здесь стояли эти домики. Получается, больше их тут нет. Они улетели все туда. Ну и весь берег все. Если какие-то были где-то конструкции, они все полностью разрушены. И берега вычищены. Единственное, что море выкинуло ветки, которые можно использовать на костёр. Вот всё, собственно. Вот так вот раньше природа чистила свои берега, если вдруг на них какие-то мусор скапливался. Но такое редко можно увидеть, как и тучи, и солнце, и волны. Из волн слетают брызги. Это просто фантастика. Смотришь, это всё наша любимая Россия. Тем более, это наша любимая Анапа. Ладно, едем дальше, друзья. В конце видео будет вообще в формате. Посмотрите, как эти волны разбиваются об берег. Тут можно стоять вечно. Очень красиво. Впоследствии посрывали знаки. Остановился перед Суко возле Ротонды. В ваших комментариях очень много слов о том, что этот шторм негативно отразится на отдыхе в 2024 году. Ребят, у нас всё, что происходит, негативно отражается на цене. Вот что бы ни происходило. Дорожает доллар, всё дорожает. Мне дешевле дорожает та же самая зависимость. Причём на всё постоянно дорожает. Только зарплаты не повышаются. Но вчера зашёл в гипермаркет, и у меня волосы стали дыбом. В прошлом году апельсины в это время где-то рублей по 60 были. Сейчас 169 рублей. Но что-то не хочется мне как-то апельсинчиков. И мы пришли посмотреть на красоту. Такие часы мы видим. Вот лишь тоже море отсюда парит. Там у нас в море идёт дождь. А в ту сторону светло и хорошо. В общем, такая отразная погода в Анапе у нас. А здесь по горе можно было прогуляться и спуститься в Суко вниз. Подорожание апельсин в три раза, это, конечно, печально. То есть, возвращаясь к теме о деньгах. Ну, а что говорить про остальные продукты? Мне страшно смотреть от цены до яйца. Думаю, что надо переставать есть. Как видим, тогда будет выгодно всё. Здравствуй, само Суко. Очень рады тебя видеть. В горах тоже снег. Краски красивые. Прогуляемся к морю. Хотя я знаю, что есть шанс у меня здесь не дойти до него. Но мы будем верить в лучшее. Время у нас ещё 9 часов. Ещё все спят. Поэтому людей нету здесь. В центре прохода, в принципе, всё хорошо и закрыто. В Бродвея начинается уже мусор появляться на проходе. Впереди мы видим, что вода стоит. По всем сообщениям соцсетей, там было вообще невозможно пройти без забродов. Мы видим, докуда доходили волны. Пены морской, к сожалению, уже нет. Чтобы определить точное место, где это всё заканчивалось. То, с какой силой сюда несло эти ветки, вы можете представить, что вода уходила гораздо дальше. Жестен. Разрываю всё. Посмотрите, какие бревна повыносило на такое расстояние. То есть пляж ещё фиг знает где. А здесь уже была вода большая. Здесь территорию, которую огородили. Министерство обороны поприносило деревяшки. Все судоны доходили до сюда. Жуткая, конечно, картина. Здесь какие-то фрукты повыкидывало. Для меня это вообще непонятно. Хурма, яблоки. То ли это с моря приплыло, то ли где-то ларёчки разбило. Не знаю. Ещё один мёртвый дельфин. Господи, что же происходит? И затоплено аж оттуда. Я бы советовал тем, кто занимался здесь бизнесом приезжать. Вот это, я так понимаю, что попкорница здесь лежит. Маски. Ваши точки, ребятки, пострадали. Воды, конечно, ну очень много. Варалеты выламывалось водой. Я всё-таки думаю, что я не там пошёл. Но что по той стороне, вроде бы, шанс есть пробраться. Интересно. Здесь, о, на носочках. Ну всё, уже штаны мокнут. Пипец. Ключи. Кажется, дома разносила, подтопила. Жесть. Набор браслетиков с именами. Круза до сюда добралась. В общем, здесь ролеты все выглядят ужасно. Так мы далеко от пляжа. Интересно, что ж там происходит. Аттракционы разнообразные торчат. Мне уже страшно идти на пляж. Что ж там будет дальше, если здесь такой абзец. Ём нафиг. Ребята, вы сейчас просто ошалеете. Смотрите. Это вот Суко. Здесь мы выходили. Здесь, вроде бы, уже было всё более-менее хорошо. Здесь развалило. Бетонные вот эти вот настилы-подстилы. И на сам пляж. Ёканый мокрёк. Жесть. Это просто невероятно. Ребята, вы просто посмотрите, что здесь произошло. То есть убрало море огромный слой земли. Вот сейчас пообщался с ребятами. Говорят, пункт охраны перевернулось человеком внутри. Успел выбежать. Всё отлично, не переживайте. То есть никто не пострадал. То есть все навесы, всё, что было сделано на пляже, уничтожено. От Суко пляжа не осталось в этом месте ничего. То есть вот именно сюда пришёл удар стихии. И получилось так, говорят, что было три волны. И третья волна на три метра выше сюда пришла. Вот как раз таки сбылся прогноз. Я вспоминаю всех комментаторов, которые писали мне, да что ты паникуешь, зачем ты предупреждаешь. Я за три дня предупреждал о том, что придёт такая вот волна. Море теперь как будто кипит. Просто без комментариев. Это ужасно, ребятки. Очень страшно всё смотрится. Здесь на территорию санатория, ведь и снесло полностью забор. И поуносило туда всю утварь, которая здесь была. Забор, представляете, металлический был. Вот такой вот высотный. Ничего говорить, если домик этот перевернуло. Сейчас всё это будут приводить в порядок. Работники постепенно будут пытаться навести на пляже порядок, чтобы здесь был. Как хорошо, что туалет построили дальше. И он выставил. Он, говорит, на камере смотрели, как эти волны приходили. Это было просто невероятная жесть. Полностью бац, и пляж почистил. Всё, что не нужно, поубирал оттуда дальше. Кафе здесь, помните, было. То есть, как это всё выглядело. Ребята уносят с пляжа лежаки. Но глядя на всё это, мне уже страшно ехать туда на Утриж 6. Просто как щепки. Вагончики. Всё это улетало. И вот она, сама река. Сука, до неё добрались. Тоже вырванные деревья, заборы. Туда, посмотрите, докуда волны доходили. То есть, территория Министерства обороны. Провода в реке. Жуть, картина. Как будто просто апокалипсис. Как хорошо, что нет пострадавших. Я, это Господи, спасибо тебе большое. Конечно, понятно, что люди потеряли деньги, вложенные сюда в эти пляжи, которые надо было заработать. Потихонечку будем надеяться, что всё восстановится. И всё будет хорошо. И ещё в государство как-то помогло, субсидиями какими-то. Может, на приведение пляжей в порядок. Вы представьте, это глина. То есть, тут под пляжами, я думал, это скала будет. Нет, это глина. Пляж просто не узнать. Подъёмы, помните, где мы поднимались наверх? То есть, туда же сейчас и не пройти. И всё посмывалось с той стороны. То есть, побережье у нас изменится очень сильно. Ещё интересно, есть ли какие-то сели во время этих плавоводий или нет. Мы видели каменный пляж Суко со щебёнкой. Видели пляж с песком. Теперь мы можем наблюдать с вами пляж с глиной. А нет, это какие-то бетонные. Или скала даже это. Те, кто любят искать с металлоискателем, мне кажется, ваше время, ребята. Тут настолько почистило полностью весь грунт тела пляжа. Можно попробовать найти всё, что угодно. Приходят волны, которые аж до сюда долетают. Они тут огроменные. Здесь вот все кафе, всё, что было. Какой слой, где-то метров 70 грунта ушло. Здесь тоже земля проступила. Ну, тоже было мало. Забор на территорию Министерства обороны засыпало. Грунт отсюда. Вот его можно будет вернуть, но таких количеств на пляже не будет. Ещё один домик уничтоженный. Море против забора, в принципе, как и я. Поэтому оно их не щадило. Тяжеловато передвигаться, потому что нестабильные грунты, как на песке, постоянно ноги проваливаются. Она всем забором. Да нельзя даже этому радоваться. Кто-то что-то делает, складывает. Он уничтожал всё. Этого, в принципе, быть здесь не должно. Я с этим согласен на 200%. Количе проволока на пляже. Никуда это? Что за дебилизм? Этот забор, к сожалению, выстоял. Который первый появился и перегородил набережную. Может быть, вы не знали, но есть ещё одна речушка. Она не всегда полноводная. И ходят случаи, что из них нечистая вода попадает в моря. Насколько море сейчас ниже находится, даже волнующийся, то, что сюда прижало, допустим, вот этот двухгород, та территория. Невозможно представить, как это вообще происходило. Какие волны приходили. Если три метра выше этого места, как мне там сказали, то это просто жуткая картина. Видите, белое здание, аж до него долетали волны. Там мусор морской лежит. Малая толика того, что мы видим. Волна поднялась, она чуть ли не вровень, а вот и выскочила. Такие они огромные. Стена набегает. И всё. Это при том, что уже остаточная сила. Возможно, вы таких даже не видели. Мне бы повезло, что сейчас одна за одной мощнейшие волны обрушиваются обратно на берег. Жутко. Теория, что сейчас по берегу особо не прогуляться, надо идти где-то здесь, по вот этим территориям. Они пытаются заборами закрыться. И мне кажется, это очень как бы неправильно. Потому что раньше здесь была набережная. Вот так вот вдоль всего люди приходили, выбирали себе места под навесиками, брали в аренду лежачки и отдыхали. Хочется, чтобы так и оставалось. Помните, здесь эти аквапарки, которые были. Здание от того осталось. И здесь море всё закидывало туда подальше от себя. Тут даже частные домики теперь видны. Потому что всё это поснастилось. Вот эти какие-то гостиницы здесь строились. Вот эти там улицы, которые люди постоянно переживают, что их туда не пускают. И она входит в часть смены заборчики. Море против называется. Того, чтобы его бездумно застраивали. Туда разрушаются постепенно. Наши стихии. Я думаю, вы такой пляж точно не помните. Хотел туда дальше, дойти до скалы, но не знаю, как туда пробраться. В общем, здесь стена выдержала. Это не знаю, хорошо или плохо. Главное, чтобы никто не пострадал, чтобы останавливался жизнью. Какие-то залежи хлама. Эпично смотрится. Так мама с ребёнком пришли посмотреть на море. Радуга. И такие невероятно огромные волны приходят на берег. Просто апокалипсис. Очень красиво, очень атмосферно. Конечно, такую картинку я не ожидал увидеть. Это именно природная красота. Разрушение. Я не радуюсь. Я всегда с грустью. В связи с тому, что люди вкладывали свой труд. Вот тоже какие-то заборы были. И всё снесло. Представляю, конечно, что это за мощь была. Даже сюда выкидывали волны. Вон всякие бачки, мусор валяется. Здесь мы можем подойти к берегу моря. Всё-таки я нашёл, как обойти этот дом в море. Прочувствовать силу природы, как она и здесь всё ломала, снося на своём пути. Ох, ёо. Вот почему там так было много хлама. То есть оно разрушило в этом доме ворота, которые здесь были, и пробило туда дальше. Жуткая картина. Постройка так закрыта была. Море сказало, откройте дверь. Остался один замок. И снесло всё. То, что морю не надо, оно всё пора уничтожало. Мне было очень интересно увидеть эту часть пляжа. Большое количество пластика, мусора выкидывало. Тоже не узнаёте, сто процентов, думаю, эти места. Видите, под вот этот вот наплыв породы под мыло, и он может обрушиться. Даже, наверное, может быть МЧС специально его бы обрушил, так как туда будут лезть люди, и, не дай бог, на них упадёт. Ну вот так вот пережил шторм пляж Суко. Здесь тоже, видите, какой-то туалет разнесло. В общем, всё очень и очень страшно смотрится. Спортплощадки были, городок его тоже разломало, перекрутило. Какие-то вещи, конечно, остались, но большинство всего уничтожило. Забор тоже проломило, туда понесло деревянные конструкции. Последствия для смены просто жуткий криз того, что мы с вами сейчас видим. Здесь такая же ситуация. Тут было как бы оборудовано всё, волны проломили и всё унесли. Мне кажется, эта природа прям очень сильно намекает не хрен строить на пляжах. Особенно заборы, будки всякие и так далее. Ну, ещё раз повторяю, не дураки писали все правила благоустройства со времён СССР, в которых говорилось. Нельзя в зимний период после сезона оставлять какие-то строения на пляже. Всё убирайте. И раньше убирали, сейчас решили консервировать. А Морец говорит, да ну вас нафиг. Дрю! Всё, ничего нет. Всё, на территории с колючей проволокой смотрится фантастически дебильно. Вот её море её убрало. Подвигало всё, что ему не нравится. Огромное количество работы предстоит здесь всем людям. Пожелаем им удачи. Посмотрим, как будет выглядеть пляж Суков в дальнейшем. Кто победит, бетон или море? Скалы на месте. Вид с первой ротонды на сам Утриш. На меня пришёл дождик. Мне кажется, это более даже атмосферно теперь будет передавать вообще всю эту трагедию утраты нашего побережья. С Большого Утриша я уже видел много видео в Телеграм-канале, на которое призываю подписаться. Вот оно название. Ребятки, это очень важно и для развития канала. Просто общение постоянное. Это уже вторая ротонда. Там Юрина гора сейчас под солнышком. Там тоже просвет, а с той стороны заходит дождь. Ну и погода у нас крутится сейчас практически без ветрия. Вот так, затища перед бурей. Сейчас мы видим с вами внизу пляж секретный. На нём не видно разрушений. Там у нас Марина с лодками. Вроде бы у неё тоже там всё отлично. Она выполнила свою функцию. Сам посёлочек выглядит непострадавшим. Только новые гостиницы появились. Очень интересно, куда будет сливаться канализация со стрельки номеров сразу. Если кто знает ответ пишите. Большой Утриш. Вижу разрушение. Там баню перевернуло. Кораблики стоят. Смотрите радуга в море. Опять сегодня второй раз она нам показывает. Пойдём смотреть по пляжам. Очень красиво смотрятся снежные горы припорошены утрещаем. Идём сначала на левую сторону посмотреть что здесь произошло. Дождь меня догнал. Он с фонтом под зонтом. Всё должно быть хорошо. Что неоспоримо жалко. Это лесенка которая ведёт вниз. Её под разрушил. Ух ты там под мыло прям очень сильно голову это тоже размывало. Представить мощь стихии которая здесь обрушилась на берег очень сложно. Море сказало что не ваши все эти благоустройства не важны и не нужны. навело свои порядки. Это трубы повыпрасывало из моря. Здесь по возвращению суда так и непонятно что будут делать. Откачивают водичку из бассейна. Бассейн тут засыпало мусором. Бордюры всё остальное не должен человек строить на берегу морском. Начинает строить приходит море говорит убери вот это здание уже сносили но нет что-то куда-то зашло и остановилось сносы здесь построили вот он пришел шторм и разнес это сколько мусора из этого попадает наше море есть же у нас органы там прокуратура природоохрана которая должна следить и заниматься тем нашим обустройством но почему-то ничего не происходит были кафе столовые я так понимаю что их снесли может быть что-то другое хотели здесь поставить есть инфа рассказывайте вода сюда приходила камнями настила забросала туда видно как все это слезло здесь тоже море било настилы поплыли конкретных разрушений особых нет вот перс уничтожила тут посильнее так понимаю были волны подбрасывающие камни и засыпающиеся все вокруг работа небольшая уберут наведут порядки надо передвигаться аккуратно видите сколько шурупов вот здесь торчит это что-то интересное нашел пирс как я сказал размолотил шторм и все заборчики которые огораживали здесь вот это место тоже были подвинуты ой что-то я зря это сделал да повезло не обдала волна так вот выглядит побережье большого треща с левой стороны если спиной стоять море со снежными скалами красота вот вам погода 10 минут вышло уже солнце зонтик убран все меняется совершенно другие краски другие эмоции только погода лучше сразу появилось больше людей мы возвращаемся обратно пойдем смотреть на самую жесть вам хорошего отдыха спасибо что смотрите от души подписчика встретили это приятно начались уже уборки люди наводят порядки своих домовладений многие проходят все эти мимо и не видят какой здесь есть мурал со времен советов очень красиво смотрится большой трещ и характеризует это место в этом месте мы ели барабулю было очень вкусно с этой стороны раздолбило все в плитке валяется я ходил тут недавно было все чисто красиво сейчас как будто прилет снаряда что ли какого-то было все разбросано раскидано а там вообще просто мрак туда мы еще дойдем картина жуткая подмывают эту набережную по секунду входим туда где творилась настоящая жесть то что я увидел на видеокадрах которые выкладывают эти вот фэски туда дальше они просто как спички валились переворачивались помните были тоже какие-то строения все посносилось полностью можете сравнивать видео то что видите сейчас и то что было здесь находится отказ москве и в курсе на утрищ тут была плитка чистая даже когда сильные волны приходили мы с вами ее видели а тут фэски просто валяются представьте себе какие были потоки воды с этой стороны была набережная красивая деревянная оформленная а теперь все выглядит вот так море высевало разносило и сносило оно как говорится против всех творений человека вот такой вот масштаб ребята смотришь и не веришь что это происходило конечно это расходы сейчас все убирать чистить и делать чтобы все было красиво для машин расчищают дорогу чтобы они могли проехать машины двигаются дальше то есть пока поездки никто не убирает здесь подмыло плитку на набережной сама она устояла то есть бетон выдержал Насте стихия пляжи конечно не узнать все деревянные строения которые были все деревянные ограждения уничтожены впервые вижу что тут мусора нет с этой стороны но там только в углу набилось и в принципе на этом все картинка конечно очень жуткая так обидно смотреть на разрушение волна нашла куда ей заходить размыло разбило все всегда вода дырочку найдет с правой стороны огромное количество камней палок как будто после действительно бомбежки здесь еще и сломало вот эти бетонные ограждения я никогда не думал что она может завалиться я так понимаю что подмыло и разрушило причем не в одном месте а в нескольких то что казалось строилось на века но какие огромные пески бетон камни разнесло за один шторм самое страшное говорят переживали дельфинарии там до третьего ряда приходили волны это было просто сравнимо каким-то апокалипсом но говорят что удалось спасти всех дельфинов никто из них не пострадал и все отлично дай бог чтобы так и было потому что мои подписчики очень сильно за дельфинчиков переживали много тоже прикинуло гальки чего не ожидал это на большом утрише увидеть песчаные пляжи просто какая-то нереальная жуть ребят ох йо там вообще полный абзац картинка очень страшная тут вообще какое-то видите раньше было или строение или еще что я вот не могу вспомнить мы его с вами видели или оно было камнями засыпано все старинные коммуникации можно так же разглядеть но здесь получается и канализация проходила и все остальное поваленные фэски уже даже удивление не вызывают потому что здесь просто разрушила все полностью я помню когда впервые сделали вот из этих камушков эти столбики набережную как это все красиво смотрелось да-да пришел шторм все уничтожил как будто после апокалипсия а здесь вроде бы море спокойствие берег ничего другого не должен вызывать а здесь пришел шторм и уничтожил все на своем пути все что создавалось человеком многие-многие годы вот эти вот набережные по-моему камушков появились ну в юности может лет 20 уже стояли видите вот как это все было и как это там вот так вот все разнесло огромное количество камня выкинуло на берег мы дельфинарий посмотрим с вами с той стороны как он пережил это но получается что волна приходила огромная отсюда и захлестывала в ту сторону интересно во сколько здесь апокалипсис начался здесь так же видите остов какого-то старого здания вот можете представить что было в дельфинарии пробило бетонный забор то есть волна оттуда перехлестывала и сюда вырезалась поэтому такую трещу даже себе представить не могли валяются листы от заборов это конечно скорее всего это сорвано с этого места здесь дайверы погружались бетонная площадка сделана ее подмыло очень сильно тоже появился песок те строения которые тут находятся энергетическая подстанция они остановили движение волны там работают люди ЧП устраняют вот эти выдержали вышки тоже не попадали это хорошо но вот видите плюсы то что чистое море выдающийся вот этот выступ и остров море минусы то что здесь самый сильный удар стихии был как это выглядело что вот такие камни летели сюда то есть какие волны приходили оттуда волны перехлестывали кстати вот через этот мол ну что такое перехлестывали волны когда волны переносят вот сюда эти огромные глыбы бетонная плита одна вторая здесь был забор забор снесло кстати этот объект остался нетронутым это при том что волны развиваются очень далеко дороги кстати больше на остров нет хотя при большущем желании проехать можно но стоит ли оно того так же поступает сообщение с малого утриша о том что дорога единственная к ним оказалась разрушена только через сам заповедник можно проезжать других вариантов нет пустят ли людей через заповедник и как они там будут жить без продукта потому что нигде в сми эта информация не появлялась просто размыло размыло тут домик стоял вовремя его убрали мост этот многострадальный кстати до сих пор выжил я помню как я по нему позавчера проходил и он был нормальный сколько судов стоит на реги в этих местах нас еще обещают небольшой такой ураганный ветер но не должен быть такой же разрушительной силы хотя как говорится кто его знает здесь такой поток прям воды организовался идти страшно по этому мосту передо мной прошло много людей я так сказать подождал проверил дальше двигаемся стихия уничтожает все что становится на ее пути никаких поблажек не делает такого себе даже страшного с него не представите что могло получиться вся дорога все разрушено все сломано я иду вот эти бетонные плиты могут туда перевернуться так понимаю что вся дорога просто размыта и подмыта вы это видите это просто плиты бетонные переворачивала поднимала я шел чувствовал как века подо мной проваливается на видео не прочувствовал то насколько здесь все разнесло кишкин пережил этот бурю шторм ураган раньше когда проходил видел там какие-то конструкции в море разрушенные на берегу думал специальные заграждения возможно тоже кто-то когда-то здесь строил какие-то дома и в итоге пришла стихия сказала все ребята давай до свидания это невероятное разрушение и такого я честно не ожидал когда я пришел снимал здесь волны шторм тут ветер был 22 метра то есть я представить не мог что приду через день и увидел вот эти разрушения которые сейчас мы с вами наблюдаем очень повезло что не пострадали вот эти лодки которые тут находятся хотя особенно по вот этим вот видам тут совсем за малым оставалось бы и им пришел бы с одной стороны хотелось бы посмотреть как здесь буйствовала стихия и с другой стороны хорошо что это происходило ночью потому что в крыму мужчина один ушел посмотреть волны и не вернулся погиб погибло около четырех человек найденных вы помните дорожки здесь совсем все по-другому было в голове просто не укладывается то как это выглядит сейчас все в хлам разрушено полностью все что здесь было ребята продолжают работать рыбаки сушат сети бог есть то что часовня стояла не до разрушила полностью всю эту насыпь господи спасибо тебе большое что не привел к более полномасштабным жертвам этот вагончик тоже на поэске привязали побило его знатной люди не хотели чтобы он уплывал наутрич заходило море с двух сторон с этой стороны убили волны с той стороны масштаб видите оттуда камни накиданы отсюда камни накиданы бедный утрищ била со всей своей артиллерии со всех сторон моря тут были какие-то домики стояли навесики дошли до дельфинария кстати один из навесов снесло в эту сторону каких-то видимых разрушений не вижу трещина по стене пошла но это все мелочь сетки целы значит дельфинам ничего не залетело очень-очень радует хотелось бы чтобы все дельфинчики были на свободе и надеюсь мы к этому придем когда животные не будут всех выступать посмотрите какие там просто гиганты идут в море их видно аж издалека 9 вал перед ними пусто и две подряд таких двух одна чуть больше другая чуть меньше повезло кому-то катамаран приплыл куда на берег хотя он побитый но что не повезло восстановление будет очень тяжелым мы дошли до бани которая стояла прям на углу и казалось никогда ей ничего не помещает но тут все перекрутило переломало перебило крутило наверное пертело потому что ведь и труба погнута уничтожила здесь мы делали фотосессию с Ксю тоже весь бетон положило разломало теперь этот пляж выглядит совершенно по-другому какой-то пирс выкинуло птицы в огромной стае отправляются на север наверное смотрится это впечатляюще это просто большущая стая поднимается 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 и полетела интересно сколько еще штормов может выдержать вообще саму Трищ если бы еще чуть сильнее возможно это бы все смыло мы видим только камни скалы не видно здесь я тоже подбыл берега и там пляж стал другой будущее у него может быть очень печальным поэтому когда говорят его продали собираются здесь строить отельные комплексы мне честно становится немножко смешно думаю кто вы люди перед морем и стихией только какие-то косвенные признаки говорят о том что здесь была дорога везде туда бетончик вот здесь она проходила и понимаешь почему люди строили раньше там строение за этим молом защищаясь как раз таки от стихии дорогу подмыло и разрушило здесь территорию кто гулял тут недавно вы вспомните выглядело здесь все совершенно по-другому когда вот такие волны видишь которые приходят в море становится понятно что стихии не победить и не обуздать ребята работает электростанция интересно как эта машина теперь отсюда будет выбираться маяк памятник крест на фоне дают надежду о том что все когда-то будет хорошо вот там подразбывая пляж стал совершенно другой большим грохотом рушатся волны на берег да действительно ребят видите размыва остались только корни и пляж этот стал гораздо шире выглядит совершенно по-другому посмотрите на этих гигантов как с них смывает ветер брызги как это смотрится невероятно красиво и грохот такой стоит а тут посмотрите так же идет сель обвал обвал острова потому что он неоднородный видите из камней глыб поэтому очень легко подмывает именно поэтому я сказал что сколько интересно он выдержит свежая земля и обвала прям очень повезло днифейс его размыло потому что там раньше начинают волны рушатся я вот очень переживал что идет часовенка туда она вроде бы выжила аккуратнее смотрите под ноги ну что может вот так вот йог макарек для бог кто-то из детей подойдет и наступит жуть так вот по всему берегу практически отсюда идет трещина ну надеюсь что чью-то жизнь мы спасли развалиться там можно очень неплохо хотя тут видите весь берег постепенно изъедается как здесь размыло пляж мы подходим уже к самой часовне на добром и честном слове это все держится а здесь практически подошел обвал к самой часовне уже прям ну чуть-чуть осталось то есть еще один-два таких шторма и все уйдет к сожалению она в море здесь все размыло кропинки были проходы то есть полностью видо изменился берег да еще так что узнать его теперь будет крайне сложно тут ходить нельзя потому что тоже обвал возможен породы вот они последствия сам утрищ но это маяк памятник Великой Отечественной войны итак дорогие друзья мы сегодня с вами посмотрели на большой утрищ суко везде все печально я постараюсь съездить еще в Благовещенскую буду благодарен вашей поддержке канала на бензинчик покажу вам там ситуацию там я знаю что подтоплены прибрежные территории и паза отдыха печально сейчас поднялся ветер уже холодный пришел снег на горах погода крутит как только может хотелось бы еще посмотреть что на лагунах утреша но туда почему к сожалению не пробраться может быть в дальнейшем появится видео от самого утреша всем вам мира покойства тишины дай бог чтобы стихия успокоилась все было хорошо с вами был Юрий Азаровский вам всем привет черноморский спасибо что смотрели этот видеосюжет я прям опять потерялся начинал так задорно потом пришел увидел все это буйство стихии стану очень грустно смотришь на море говоришь ты вот морюшка я тебя так люблю пожалуйста перестань разрушать мои любимые места пляжа достопримечательности ну а человеком хочется сказать задумайтесь здесь трасс прежде чем свои бизнесы строить на побережье и слушайте умных людей из СССР которые говорили что надо убирать все на зиму подчистую и освобождать место для буйства стихии тогда не придется ругаться материться психовать из-за того что море пришло и показало свою силу каждый раз когда это происходит всем до следующего видео ну и хочу вам оставить красивые кадры моря которые мы сегодня с вами наблюдали субтитры и субтитры Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...